Итак, в прошлом видео я пообещал рассказать о некой интересной книге. Что это за книга? Это книга ученого с фамилией Ильич Свитыч. Книга называется «Опыт сравнения настратических языков Семитохамидский, Карпельский, Индоевропейский, Уральский, Завидийский, Алтайский». Сначала, что такое настратические языки? Настратические языки – это основные языки языковых семей Европы. Это Семитохамидская, Карпельская, Индоевропейская, Уральская, Дравидийская, Алтайская. Ну, вернее, даже не Европы, я неправильно сказал, Евразия. Что значит настратические языки? Настратические языки – это языки, которые входят вот в эти языковые семьи, которые как бы восходят к некоему общему пра-языку. То есть языки, которые как бы имеют общее происхождение и схожи между собой. Здесь вообще в этой книге сравниваются языки. То есть эта книга, по сути, некий сравнительный словарь. Здесь берутся корни слова и сравниваются, например, берутся корни слова одного языка и сравниваются с похожими корнями слова, которые есть в, если не во всех, то в некоторых из этих языков. Это, по сути, некий сравнительный словарь. То, что я открыл – это первая часть книги. Есть и вторая часть книги. Здесь как бы половина словаря, во второй части книги – вторая половина словаря. Итак, давайте посмотрим. Ну, сразу скажу, что примеры в прошлом видео, которое я приводил, я брал не из этой книги, а из других источников. Что-то сам изучал. Ну, в основном это то, что я сам изучал. Так, помаленьку, потихоньку изучал и решил рассказать. Итак, читаем. В книге впервые в науке строго доказывается генетическое родство шести больших языковых семей Старого Света. Семьи Тахамецкой, Картвильской, Индоевропейской, Уральской, Дравидийской и Алтайской. Настратическая макросемья. То есть вот эти вот языковые семьи как бы входят в одну большую макросемью. Здесь книга очень интересная. На книге есть помимо словаря, то есть помимо лексики, есть разные фонетические таблицы, таблицы похожих звуков. Ну, я бы хотел все-таки рассмотреть больше лексику, чем фонетику. Итак, смотрим. Значит, читаем то, что нам нужно, чтобы было понятно. Сокращение языки и грамматические термины, литература. Указатели Семьи Тахамецкий, Картвильский, Индоевропейский, Уральский, Дравидийский, Алтайский. Семантические указатели. Итак, давайте выберем из этих корней слова те, которые похожи на русские. Смотрим. Итак, корень Корень Кола Круглый, да? Смотрим. Алтайская Кола Перемешивать Вращаться Уральская Кола Кругл Дравидийская Кола Вертеться Круглый Картвильская Квел Квэр Кваль Что мы вспоминаем, как русскоязычные люди, вспоминаем, когда слышим что-то подобное. В русском языке только единственное, что вспоминается слово «около». Конечно, слово «кол» в русском языке это совсем другое, но вспоминаем слово «около», то есть, как бы, ну, типа «вокруг». В сербском языке есть слово «около», но это значит именно «вокруг». А в русском языке «около» это где-то рядом, ну, как бы, хотя русское слово «около» здесь не совсем подходит. «Кола» по-волгарски это «машина», то есть, как бы, кстати, русское слово «колесо» немножко напоминает. Дальше идем. Дальше идем. Пало гореть, уральское пало, гореть, дровидийское, сверкать, да? Вспоминается русское слово «полить», то есть, поджигать. Так, идем дальше. Здесь у нас, извиняюсь, фонетическая таблица. И так. Вот здесь вот. Коса. Резать, бить, ломать. Резать, рубить. Ну, в русском языке есть слово «косить». Тут, кстати, очень много всяких примеров. Если разбирать эту книгу, то это займет очень много времени. Я бы хотел дать просто основную информацию о книге. Ну, я думаю, что если видео наберет какое-то внушительное количество лайков, пусть там 50, 100, тогда можно будет сделать более широкий обзор этого словаря. Надо будет мне все больше и лучше подготовиться, если интересна эта тема. Ну, и кроме этой темы, я буду касаться многих других тем. Ну, а на сегодня мы заканчиваем. Ну, и я буду 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 заканчиваем.